Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. Сегодня у нас ожидает встреча с нашим украинским корреспондентом Виталием Портниковым. Мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, я рад приветствовать в эфире Дэвизон Радио киевского журналиста Виталия Портникова. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Виталий, еще одна неделя позади. Неделя, которая наполнена различными событиями. Виталий, что бы вы выделили? Чем бы вы хотели поделиться с нашей аудиторией? Я хотел бы начать наш разговор с той статьи, которая опубликована в газете Washington Post в последние дни мы обсуждаем, и здесь в Украине. Это как раз статья, которая связана с попыткой ответить на вопрос, почему американский президент Джозеф Байден до сих пор не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленцевым. Хотя, разговаривал с очень многими зарубежными лидерами и, кроме того, выражал серьезную поддержку Украине уже не раз в своих публичных выступлениях. И обсуждал тему Украины с президентом России Владимиром Путиным, чем обсуждал я в достаточно жестких тонах. Поэтому мы не можем сказать, что президент Соединенных Штатов не поддерживает Украину после своего избрания на высший государственный пост. И что он забыл о стране, которую он весьма активно интересовал со времен своего пребывания на посту вице-президента Соединенных Штатов. Когда он был фактическим куратором украинского направления в администрации президента Барака Абба. Но, тем не менее, для американских журналистов и для нас тут есть четкое понимание того, почему Джозеф Байден игнорирует своего украинского коллега. Что это такой знак Владимиру Зеленскому о необходимости усилить действия по борьбе с коррупцией. О необходимости отмежеваться от олигархического влияния на власть, которое в Украине олицетворяет бизнес-партнер Зеленского, его многолетний покровитель и автор его победы на президентских выборах Игорь Коломойский. Тот самый Коломойский, против которого Федеральное бюро расследований проводит уже несколько вот таких вот дел. И который сейчас находится под санкцией Соединенных Штатов. Мы говорили в нашем эфире о том, что Игорю Коломойскому запрещен въезд в Соединенные Штаты, как и членам его семьи. И тоже называли это однозначным сигналом не только самому олигарху, но и Владимиру Зеленскому, который находился в окружении Коломойского, в творческом окружении практически всю свою сознательную, реальную, успешную жизнь. До момента, пока не стал президентом Украины. Мы говорили на прошлой неделе, что президент Владимир Зеленский после объявления американской санкции против Игоря Коломойского ни словом не обмолвился о том, как он реагирует на происходящее, к большому сожалению. И говорили, что это связано с тем же мешательством, которое началось в офисе президента Украины после того, как они поняли, насколько однозначным, насколько жестким является сигнал Соединенных Штатов. Что может последовать, если Зеленский и его окружение будут по-прежнему игнорировать американские санкции и американское отношение к опасности украинского олигархата, который в 2019 году взял решительный реванш над украинскими, я бы сказал, общественным мнением и над украинским стремлением к прозрачной, честной, демократической государству. Но надо сказать, что Зеленский уже имя Коломойского упомянул. То есть это уже такая информация, как бы это сказать, устаревшая несколько, но упомянул довольно странно. Он говорил, что он не требует никаких стимулов в борьбе с олигархами, что он и так с ними борется. Перечислил целый ряд людей, которых он олигархами считает. Разумеется, среди этих людей оказался и ненавидимый Зеленским, его главный конкурент, его предшественник, лидер партии Европейская Солигарность Петр Порошенко. Сразу скажу, что слушатели, что в отличие от популистской партии Зеленского «Слуга народа», которая с каждым днем теряет свою популярность у дезориентированных избирателей, которые имели, я бы сказал, такую неосторожность проголосовать за нее после победы Зеленского на президентских выборах, партия Европейская Солидарность набирает вес, набирает рейтинг. И, в принципе, сейчас уже говорят о некаковой возможной победительнице следующих парламентских выборов. Но сразу скажу, чтобы не очень радостно было. Ни одна Европейская Солидарность может победить на этих выборах, но и про российское ОПЗЖ, который большая часть избирателей Зеленского перебегает от своего недавнего кумира. Вот. Ну вот, то есть Коломойский оказался одним из целого ряда лиц, с которыми как бы вот надо, по мнению Зеленского, проводить борьбу. И там были и олигархи названы, реальные. Их в нашей стране всего четыре. Это Коломойский, Ренат Ахметов, Виктор Пинчук и Дмитрий Февташ. И просто крупные бизнесмены, и пророссийские политики, такие как Виктор Ведведчук. Понятно было, что Зеленский стремится утопить проблему Коломойского вот в этом вот перечислении, проблему олигархи. И потом опять-таки был задан очень простой вопрос, уже после того, как он упомянул эти фамилии. А собственно, что значит президент поддерживает американскую позицию? Ведь в чем смысл санкций Соединенных Штатов? Они просто говорят о том, что в Соединенных Штатах есть информация о коррупционных действиях Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации и о коррупционных действиях вот сейчас, которые разрушают украинскую политику. И на основании этой информации Соединенные Штаты запрещают Коломойскому и его родственникам въезд в страну. Но государство, которое себя уважает, уважает свою безопасность, интересуется вообще, что с этим государством происходит. Могло бы, конечно, иначе отнестись к такого рода сигналам. Могло бы вообще задаться вопросом, а какую информацию имеет Соединенный Штат, собственно? И по большому счету начать собственное расследование это и был бы реальный ответ господина Зеленского на американские санкции, как мне кажется. Более действенный, чем любой другой ответ. Вот это вопрос, который задают многие. А где, собственно, украинские расследования, связанные именно с Игорем Коломойским? Не с его сотрудниками, а с ним самим. Если Коломойский действительно там был главой Европетровской областной государственной администрации, но это не секрет, и если он в это время действительно совершал коррупционные действия, то хотелось бы, конечно, услышать. Где украинское расследование этих коррупционных действий? То есть надо же ответить на простой вопрос. Была ли коррупция там или не была? Если ее не было, то так четко и сказать, что Соединенные Штаты руководствуются неверной информацией, репрессируют честного человека, патриота Украины. А вот мы там разобрались в его деятельности. Провели расследование. Нет коррупции. Если Соединенные Штаты считают, что деятельность Коломойского в последний период, а это, кстати, звездный период Зеленского, разрушительна для украинского государства, то тоже надо быть честным. Либо проводите расследование о том, в чем смысл этой коррумпированности. Либо заявите, что это не так. Что, опять-таки, Соединенные Штаты политически ангажированы. Что они неправильно ввели эти санкции. Что украинское руководство будет бороться за отмену этих санкций. И вот результаты расследований. Никаких расследований против Коломойского в Украине нет. Вот это так нужно четко понять. И поэтому, когда журналисты Вашингтон-Пост пишут о том, что Зеленский должен воспользоваться вот этим вот шансом, который ему дает Джозеф Байден, бороться с коррупцией, проводить реформы, то приходится констатировать факт, что никакого такого шанса на самом деле для Владимира Зеленского не существует. Что это для него не шанс, что он старается заменить реальную борьбу разговорами о борьбе, если угодно. И когда Зеленский вот упоминал фамилию Коломойского в этой вот череде олигархов и не олигархов, с которыми он хочет бороться, он сказал вот тем, кто сомневается, до следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Мы уже неоднократно говорили, что в Украине вот все такие вот резонансные решения в последнее время принимаются на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны. И это тоже очень странная история. Потому что вначале на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении санкций против партнера пророссийского политика Виктора Медведчука, Тараса Козака. И на этом основании закрыто три пророссийских телеканала, которые были рупорами общественности. Пророссийской, рупорами политической общественности, рупорами пророссийских сил. И это вызвало, я бы сказал, одобрение патриотической части общества. Затем на следующем сцене Совета национальной безопасности и обороны были приняты персональные санкции уже против самого Медведчука. И части его бизнеса. Тоже было принято одобрительно. Но потом начались какие-то странные вещи. Совет национальной безопасности и обороны заседает еженедельно. И занимается скорее мемуаристикой. Вот было заседание третьего из этой череды, на котором Совет национальной безопасности и обороны решил принять санкции против генералов, которые предали Украину в 2014 году. Перешли на сторону России. Таких было много у нас, кстати говоря, среди высшего командного состава. Но эти люди давно живут в России, имеют там высшее звание. Им совершенно безразлично. Почему? в принципе вводят в огни в Украине санкции? Или нет? Потому что они из-за границы не ездят, как понимаете. Ну и сделали свой выбор в пользу России. Ну ввели санкции хорошо, символически. Дальше. Следующий момент. Очень простой. Следующее заседание СНБО. Решили расследовать деятельность депутата Верховной Рады, которые в 2014 году голосовали за так называемые Харьковские соглашения. Сразу расскажу, что это такое было. Харьковские соглашения, они были подписаны тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Почти сразу же после прихода Януковича к власти. Янукович пришел к власти под лозунгом того, что Юлия Тимошенко, которая была его главной конкуренткой в борьбе за президентское кресло, подписала невыгодные для Украины соглашения по газу. И это вот была такая главная пропагандистская установка партии-легиона. На самом деле Тимошенко подписала первый прозрачный контракт в истории Украины-российских контрактических отношений, который позволил нам затем подать в амбитраж и выиграть дело у Газпрома. Но, естественно, Янукович не собирался с Газпромом судиться. Для него было очень важно, что ему дали пониженную цену, он это обещал своим избирателям. Вы знаете, что низкая российская цена на газ, это национальные религии украинских олигархов, и я бы сказал, и их соотечественные. Украинцы выросли на этой российской халяве, их экономика деградировала на этой российской халяве, их общество деградировало на этой российской халяве. Все эти 30 лет до Майдана они боролись за дешевый российский газ. Потом оказалось, что можно российский газ вообще не покупать, а покупать газ гораздо дешевле на мировом рынке. Но это так, между прочим. Когда Янукович вступил в переговоры с Медведем, ну с Путиным, конечно, который был первым министром России тогда, то ему сказали очень просто, что скидку дадут, но в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота в Севастополе. Янукович, естественно, с радостью эту идею придел. Чего ему? Какая ему была разница, сколько лет флот там стоит? Подписали это. Новое соглашение. Естественно, патриотическая общественность была против. Большинство депутатов проголосовало Верховной Рады за. Причем, если вы думаете, что Януковича там было большинство в этом парламенте, и его не было. Этот парламент был избран еще при предыдущем президенте, Виктора Ющенко. Большинство там составляли депутаты, которые как бы были национал-демократами, патриотами. Но некоторые из них переметнули сразу же на сторону Януковича, потому что, понятно, это были бизнесмены, им были интересны деньги. Когда деньги зависели от Ющенко и Тимошенко, они были за них. Когда деньги стали зависеть от Януковича, они стали за него проголосовать, были готовы за все, что он предлагал. Постыдная совершенно история, но опять-таки, какая ответственность может быть депутатам, потому что украинская конституция гарантирует каждому из депутатов Верховной Рады право голосовать так, как ему хочется. Нам можно осуждать это голосование политическое, избиратели могут не избирать этих депутатов. Многих из них нету в парламенте, а некоторые, кстати, есть. И среди них, кстати, ближайший соратник Игоря Коломойского и Игорь Палец, который возглавляет партию Коломойского. Вторую, так сказать, резервную, называется «За будущее». И в этом смысле? Понятно было, что это тоже какая-то мемуаристик. То есть, что вот каждый раз уже стало так выглядеть это у нас, что у нас заседание Совета национальной безопасности и обороны как какая-то серия телевизионного шоу. Вот. И после этого шоу нужно восхищаться тем, как власть патриотические позиции занимает. Хотя, опять-таки, непонятно, почему нужно этими патриотическими позициями интересоваться 2010-м годом и 2014-м, а не занимать их относительно ситуации в 2021-м. И тоже вот задают тогда следующий вопрос. Вот. Вот. Это у нас против украинских, которые финансируют терроризм. Я говорю, Коломойский ни в чем таком не замешан. Ему не нужен никакой Совет национальности безопасности и обороны. Нужно, чтобы генеральная прокуратура начала следствие или антикоррупционные структуры украинцев по подозрениям в коррупции. И тогда, вне всякого сомнения, мы можем говорить о том, что украинское государство так или иначе занялось нереально теми расследований, которые от нас могут ожидать Соединенных Штатов. Пока же мы вынуждены констатировать, что вот речь идет исключительно о такой вот странной истории, связанной с попыткой имитировать такую борьбу. Я совершенно уверен, что ничего из этого хорошего не будет. Я совершенно уверен, что рано или поздно Зеленскому придется принимать какие-то решительные меры против Коломоса. Когда это произойдет, я не знаю. Если Зеленский будет с этим затягивать, я как раз с вами понимаю, что может быть целый ряд других сигналов американских. Уже более жестких, более понятных. И эти сигналы могут быть связаны с людьми, которые сейчас занимают какие-то высокие должности украинского. Но самое главное, понятно, и другое. Потому что, опять-таки, он возвращается к этому сакральному телефонному звонку Байдена. Который Зеленский ждет, не дождется. Ну вот я сомневаюсь, что может быть вообще какая-то телефонная беседа с Байденом до того момента, пока Зеленский не покажет, что он вообще понимает, чего от него хотят. До того момента, пока не будут какие-то практические действия американских, понятно, американским властям. Практические действия украинских следственных органов. Вот если это четко сформулировать. Не выступление Зеленского в канале YouTube, а практические действия Зеленского как президента Украины. Потому что Зеленский не видеоблогер. И не телевизионный комик. Хотя, наверное, ему гораздо было уютнее и приятнее в этом странном амплуа. А Зеленский глава государства, президент Украины. От главы государства и его соотечественники. И его зарубежные партнеры. Ждут конкретных действий, а не пустой болтовни. Пустая болтовня окончилась в тот момент, когда Зеленский перестал быть лицом юмористической студии и стал лицом государства. И это тоже такая вот важная вещь, которую приходится все время напоминать в последние дни, Алексей. Спасибо, Виталий. Дорогие друзья, у нас сейчас небольшой перерыв. Вы в это время можете готовить свои вопросы Виталию Портнику. Встретимся уже после перерыва.